коллеги добрый день просим прощения за неполадку пришлось поменять ноутбук и вебинар чуть-чуть заглючил прошу в чат написать видно меня и слышно о супер большое спасибо за то что вы пришли сегодня на наш вебинар и мы расскажем сегодня про корпоративный детектор сбоев отвечу сразу на вопросы запись планируется запись будет если вы захотите презентацию мы также готовы направить нужно будет просто написать в любой канал связи и мы поделимся обязательно и презентации тоже ваши вопросы лучше писать в чат коллеги и продакт-менеджер и другие мои коллеги будут в чате и подскажут ответы и в конце вебинара также на какие-то самые интересные вопросы отвечу итак если все готово переходим что такое корпоративный детектор сбоев и собственно говоря кто мы если вдруг кто-то не знает надеюсь что такие есть но их немного brand analytics это лидирующая система по аналитике соцмедиа и сми уже несколько лет подряд мы занимаем первое место в рейтинге от индексов по оценке экспертов по разным показателям нашими клиентами являются и крупнейшие гиганты про которых все знают и небольшие компании поскольку brand analytics позволяет решать данным компаниям абсолютно разные задачи от классического классической работы с негативом контроля репутации до проведения сложных тренд исследований на больших потоков данных для тех кому это важно тоже отмечу дополнительно система внесена в реестр российского программного обеспечения все обрабатываемые на нами данные для клиентов мы храним на территории россии на наших собственных серверах пока подошли позавшие переходим дальше собственно говоря в начале в июне прошлого года мы выпустили публичный детектор сбоев почему сейчас расскажу почему именно начали с него публичный детектор сбоев позволяет отследить жалобы пользователей на 100 самых популярных сервисов ранее эту задачу решал всем известный данный детектор но весной 22 года данный детектор перестал работать на российском рынке при этом важность и для пользователей для сервисов в том что работоспособность отслеживание работоспособности тех или иных приложений тех или иных сервисов она только возрастала прошлый год был непростым в 100 сервисов мы включили приложения крупнейших банков доставки и ком соц сетей мессенджеров и прочих то есть те приложения которыми большинство пользователей зачастую пользуются но ведь те сервисы которым пользователь под заходят в них или используют так или иначе каждый день при этом отмечу что детектор сбоев не является аналогом с точки зрения технологии уже помянутого даун детектора даун детектор строился на мониторинге отзывов в twitter и соответственно прямая связь от пользователей на самом сайте brand analytics позволяет анализировать весь публичный русскоязычный поток то есть мы мониторим и все остальные соцсети форумы блоги отзывы здесь сейчас на экране видно примеры различных сообщений как все сломалось не работает как это может выглядеть попадает историю почему важно поскольку широта сбора говорит о том что сервис скорее всего заметит о том что произошел сбой пользователи могут писать там где им это нужно важно приятно удобно да и пишут они это зачастую в тех каналах в которых привыкли фейсбук и инстаграм также пользователи продолжают писать также не попадают сюда как детектор анализирует и как вообще определяется сбой на момент создания публичного детектора сбоев у нас уже была успешная технология выявление сбоев для наших клиентов это было внутри созданных тем можно было создать фильтр перед выгодкой публичного детектора мы до обучили нейросеть вообще взяли эту технологию в работу в разработке помимо полного потока данных нам помогает накопленный опыт по работе с живым русским языком то есть еще одна сложность помимо объемов это работа с различными же организмами неологизмами с ошибками коверканием слов с отсутствием правильной пунктации и орфографии и это все накладывается на огромные потоки которые нужно обрабатывать в реал-тайм режиме опыт у нас был мы разработали много прорывных технологий на рынке и публичный детектор стал таким очередным вызовом и весной приняли решение о том что мы его запускаем и в июне уже выкатили его публично пользователи пишут о сбое да то есть визуально это все очень просто детектор сравнивает динамику сообщений о сборе с базовым уровнем для конкретного сервиса и применяет фактически один из трех статусов сбой возможен сбой либо сбоя нет как это выглядит интерфейс в интерфейсе можно зайти в на нашем сайте в любой сервис из представленных посмотреть статус в данный момент смотреть базовую линию жалобы смотреть аспекты на что пользователи жалуются изучить географию сбоя и соответственно почитать саму ленту сообщений для того чтобы понимать какие конкретно идут жалобы на тот или иной сервис при этом естественно нужно было очень высокая точность определения сбоев точность определения сбоя по нашим оценкам более 95 процентов а там что сбой был и высокая точность технологичность продукта позволила довольно быстро и мы завоевать публичное признание то есть информация с публичным так-то разбой стало зачастую публиковаться в различных материалах сми они стали ссылаться на нас и в мессенджерах и в своих аккаунтах да крупные телеграм-каналы стали ссылаться на него также и в материалах сми за не полный год это порядка трех тысяч публикаций для бренд наличек это прекрасный результат да то есть мы в основном 2b компания не стали обсуждаемая как большинство наших клиентов но охваты и вовлеченность цитируемость получила довольно значимое признание как только мы запустили публично детектор сбоев буквально в эти в эту же неделю клиенты стали писать о том что нам нужно больше потому что бизнесу требуется гораздо больше функционал и поэтому сегодня мы рассматриваем наш корпоративный детектор сбоев который также был запущен что необходимо бизнесу почему здесь на примере как выглядел детектор сбоев дашборд вчера когда у appstore был сбой причем он повлиял не только на appstore но и на весь телеком потому что пользователи не понимали где ошибка у там конкретного оператора либо в appstore не открывается весь что нужно бизнесу бизнесу нужен естественно оповещение да бизнесу нужна вариативность настроек бизнесу нужно за возможность задавать именно те сервисы которые нам хочется отслеживать а не выбранные нами для публичного детектора 100 сервисов детектор сбой доступен с тарифа старта с sp5 и выше поэтому если у вас данный тариф уже можно после вебинара пойти и настроить попробовать как он работает для кого был реализован детектор сбоев это наше предположение это те службы которые обращались запросами это технические и продуктовые команды отвечающие за работоспособность и развитие сервиса и естественно команды которые отвечают в компании за пиар и коммуникации что детектор сбоев дает техническим технической команде и продуктовой во первых отчасти сбоев возможно вы узнаете из нашего детектора раньше потому что пользователь заменит раньше чем сработают внутренние альтерна также понятно что какие-то сбои пользователями не замечаются они не столь важны и вы сможете смотреть насколько критичен тот или иной функционал что триггерит пользователей быстрее что триггер пользователей явно куда направить усилия команды в поддержании высокой доступности сервисов а также вы можете посмотреть информацию о сбоях конкурентов и сравнивать доступность своих сервисов и сервисов конкурентов для того чтобы понимать на каком уровне вы находитесь для пиара и коммуникации возможность получить оповещение когда пользователь только начали жаловаться это лак по времени на подготовку официальной коммуникации и в для сми и понимать что отвечать пользователям потому что будет чуть больше времени чтобы у внутренних служб уточнить причины сбоя на что это влияет и давать клиентам более расширенную обратную связь по причинам и времени устранения того или иного сбоя чем отличается публичный детектор от корпоративного корпоративный детектор позволяет отслеживать любой выбранный вами сервис главное чтобы у вас была заведена тема в аккаунте и был тариф вот из по 5 и выше корпоративный детектор умеет отправлять оповещение в нужный вам канал связи и помимо аналитики по аспектам сбоя географии он вам еще даст облако популярных слов основные источники где пользователя жалуются чтобы вы понимали куда нужно идти в первую очередь команде по реагированию корпоративный детектор сохранит историю с момента создания дашборда это важное уточнение то есть накапливаться история по сбоям начинается момент когда дашборд был создан и возможность настроить дашборды от себя выбрать один из трех шаблонов с нужным вам набором виджетов корпоративным детектором легко поделиться с коллегами можно дать им ссылку с доступом можно им направить выгрузку в pdf его можно раскрыть на любом типе экранов для того чтобы вы всегда были в курсе что происходит корпоративный детектор сбоев дает контроль нужных вам срезов то есть сама панель выглядит очень похоже на наш публич но состоит из тех сервисов которые нужны именно вам именно вашей команде каждый пользователь под себя может настроить данный вид дашборды можно включать по сервисам конкурентов по сервисам смежных каких-то продуктов и видеть что происходит здесь и сейчас настроить оповещение можно в telegram в чат и в личные сообщения можно настроить на почту можно настроить пушами в наше приложение не будут вам прилетать в удобный канал связи чтобы вы в любой момент могли подключиться посмотреть что произошло и естественно дает полную картину сбоев на одном экране например можно увидеть статус сервис название статус сбой возможен сбой сервис доступен мы видим динамику с рассчитанной базовой линии тут явный всплеск аспекты сбоя покажет на что пользователи жалуются в данный момент потому что проблемы могут быть разные откуда жалуются пользователи это важно для того что для геораспределенных сервисов в ленте сообщений можно ознакомиться с самими сообщениями и естественно накопленная история то есть вы можете смотреть сколько у вас было сбоев за период какое количество сообщений и какая динамика была по каждому из сбой также в других виджетах можно добавить на каких площадках идет в основном обсуждение количество топовые площадки могут меняться если сбой очень длительный да то есть начале будет писать в телеграме например а потом это будет распространяться по другим площадкам либо это может быть твиттер для каждого сервиса будет свой индивидуальный срез по источникам и естественно повторюсь еще раз эта информация легко поделиться дешборды можно и нужно выводить на любые экраны в отделе в ситуационных центрах чтобы можно было это все посмотреть так коллеги жалуются на звук прошу подсказать да говорят что все хорошо спасибо как настроить детектор это довольно просто первое во первых нужно проверить являетесь ли вы нашим клиентом если вдруг вы не наш клиент он нужно им стать второе необходимо проверить чтобы у вас детектор сбой был включен в тариф еще раз повторюсь это линейка спа тарифов спец тарифов на любом из них детектор сбой уже включен и третье условие у вас должны быть права администратора либо супер админа потому что именно они настраивают детектор если вдруг у вас права модератора вы можете легко попросить коллег о том чтобы они настроили детектор и поделились с вами ссылкой и у вас будет детектор мы просто переходим в раздел настройки выбираем поле детектор сбоев даем название выбираем нужную тему выбираем тип сервиса которому относится наш сервис по которым мы настраиваем детектор сбоев это может быть marketplace это может быть финансы это может быть деликом в зависимости от типа сервиса настраиваются подобранные аспекты которые на которые пользователи могут жаловаться если вдруг вы не можете определиться какой тип сервиса подходит именно под ваш продукт то можно выбрать другое и набрать 10 аспектов самостоятельно далее мы выбираем шаблоны дэшбордов помнит мониторинг сбоев мониторинг истории мониторинг расширенными пути этом системе посмотрим дополнительно определяемся с правами и сохраняем с этого момента детектор нас накапливает историю рассчитывает базовую линию именно по вашим настройкам под ваш сервис и начинает заботиться о вас какие категории сервисов и их аспекты почему они были введены потому что в зависимости от того какой сервис мы предоставляем пользователям у нас бывают разные аспекты жалоб если на госуслуги жалуются о том что не работает на мобильное приложение не работает сайт проблема с входом в аккаунт и оплатой но и стандартный аспект который есть у всех просто жалоба о том что что-то не работает то например для телекома это будет уже другое у них более расширенные аспекты там могут жаловаться на саму связь на интернет стационарный и мобильный на отсутствие сигнала на отсутствие телевидения смс качество связи аспекты были подобраны специально по после большого количества различных тестирований и проработки да то есть нейросеть официально определялась поэтому здесь мы подумали за вас если вы еще раз повторюсь не нашли свой сервис либо ваш сервис шире чем предложенный вы можете набрать 10 аспектов самостоятельно единственное не работает аспект будет всегда потому что во многих сообщениях пользователи пишут просто у меня не работает и дает название сервиса и эти сообщения тоже нужно учитывать теперь мы перейдем в систему прошу подсказать увидели мой экран теперь мы внутри бронх аналитикс если вдруг кто-то не видел то выглядит это вот так настроена у меня две темы одна по ржд другая по ipstore собственно говоря потому что у них вчера был сбой кликаем в раздел настройки я супер админ своего аккаунта выбираю детектор сбоев видим те детекторы которые у нас уже настроены и можем создать любой свой детектор нам здесь нужно выбрать сервис дать название выбираем тип сервиса и выбираем один из преднастроенных шаблонов первый шаблон это довольно такой коротенький показывает просто статус динамику географию и ленту самый простой и облегченный вариант шаблона мониторинг истории также вам дополнительно покажет историю сбой с разбивкой и самый большой расширенный мониторинг покажет еще помимо истории источники где сбой и топ слова в зависимости от ваших задач от ваших приоритетов мы можем выбрать абсолютно любой из предложенных дешбордов выбираем уровне прав и сохраняем у нас теперь идет сбор данных для расчета с базовой линии и мы можем посмотреть любой из шаблонов вот у нас показывает hd-мониторинг между шаблонами можно переключаться можно вывести себе полностью сервис много разных вариантов настроена можно задать за какой период нам будет отображаться информация и здесь можно настроить какие из шаблонов нам будут выводиться для быстрого перехода например мы переходим в обзор можем поменять за неделю и увидим информацию о том что в данный момент сбоя нет в ленте сообщений о сбоях мы видим выделенную красную это информация о сбоях с динамикой и базовой рассчитанной линии на что жаловались пользователи что они обсуждают за этот промежуток времени лента сообщений то есть можно прям посмотреть можно открыть сообщение видимо уже закрылась видим географии откуда в основном шли шли жалобы видим историю сбоев с количеством сообщений источники и соответственно топ слова между ними можно переключаться есть базовый уровень основные жалобы какие могут быть у пользователей поделиться дешбордом можно здесь можно скачать pdf версию можно поменять тему на светлую на темную те кто работает с нашими дешбордами брендвизор ничего необычного не увидят они прекрасно знакомы с этим функционалом это просто дополнение которое пользователи наши просили что мы делаем дальше мы можем перейти в раздел оповещения и настроить себе оповещение в любой выбранный нами канал связи мы выбираем тему выбираем в условиях детектор сбоев выбираем по какому дешборду у нас будет настроено кого оповестить ушами в мобильное приложение на электронку можно осчастливить коллег указав адрес через запятую либо подписать в telegram группу либо в личные сообщения сохраняете оповещение и теперь если вдруг по сервису произойдет сбой система вам направит оповещение так из всего что хотели рассказать вроде бы я все осветила теперь если есть вопросы готовы на них ответить коллеги есть ли вопросы если вдруг вопросы не возникли сейчас на появится позже вы всегда можете нам задать в любой канал связи сколько по времени наполняется базовая линия смотрите она наполняется довольно быстро то есть там по моему где-то в районе часа проходит а даже меньше мне коллеги подсказывают то есть ждать совсем немного если вдруг в момент использования возникают вопросы вы можете нам написать на саппорт либо в чат через форму обратной связи в любой канал вы можете задать вопрос мы диспетчируем на нужных специалистов и обязательно вам поможем для тех кто не является нашим клиентом но хотят хочет потестировать на сайте можно запросить демо доступ если вы ваша компания является клиентом но ваша служба нет мы можем подсказать кому из коллег обратиться за доступом ксения да смотрите возможность выгрузить по сбоям сейчас есть в pdf но мы рассчитываем и выгрузка в excel уже в работе то есть она скоро должна появиться и у нас большие планы по развитию функционала но многие различные функции мы придумывали по обращениям клиентов поэтому если есть какие-то пожелания пишите мы будем их учитывать при анализе дальнейшего развития продукта с тарифа sp5 если вдруг вы на нашем сайте нужно просто с базовой линейки стоимость полистать вправо нет нет лимитов на число запущенных детекторов поэтому можно построить разные просто если вы по одному сервису если вы делаете большое количество детекторов то можно запутаться но они базово отличаться не будут просто будет разная визуализация коллеги большое спасибо что вы провели с нами это время большое спасибо за ваши вопросы оставайтесь с нами становитесь нашими клиентами если вдруг нет используйте детектор сбоев спасибо за внимание пока пока спасибо спасибо спасибо